Более 17 тысяч выпускников были задействованы в сдаче ЕГЭ и более 34 тысяч выпускников по сдаче ОГЭ. Как и в предыдущие годы, на ЕГЭ востребованы остаются такие предметы, как общество знания, физика, биология, химия. Перейду к анализу результатов ЕГЭ в этом учебном году. В 2016 году, в отличие от 2015 года, средний балл ЕГЭ практически по 10 предметам, ваше республиканских результатов 2015 года. Особенно нас радуют результаты по русскому языку, вы видите, это 73, это хороший результат для нашей республики, национальной нашей республики. Есть динамика, хорошая динамика по профильной математике, это тоже нас радует. Значительные снижения баллов наблюдаются по немецкому языку и по химии. Доля татарстанских выпускников, не преодолевших минимальные пороги на ЕГЭ по русскому языку, математика профильного уровня, информатика, общесознание, география и истории снизилась. Практически осталось на прежнем уровне по английскому, немецкому, французскому языкам. Вместе с тем резко возросло количество неудовлетворенных результатов по литературе, химии, биологии и физике. Доля высокобальных результатов по республике также увеличилась по сравнению с прошлым годом, районы, в которых самая большая доля высокобальников, вы видите на слайде. Анализ наивысших результатов ЕГЭ показывает, что повышается число выпускников, получивших стобальные результаты. При этом сокращение количества стобальников по сравнению с 2015 годом произошло по химии, по физике. Вместе с тем по русскому языку с 57 стобальников увеличилось до 88, по математике профильного уровня с 2 до 16, по информатике увеличилось их количество с 5 до 8, по биологии с 3 до 4 и по географии с 3 до 6. По двум и более предметам 100 баллов набрали 4 выпускника. Особая наша гордость – это выпускник лицея города Чистополь Доброхотов Никита. Он 5 предметов сдал на 100 баллов. Такого результата у нас не было еще. По итогам государственной аттестации в 2016 году российские медали за особые успехи в учении награждены 1794 выпускника образовательных организаций республики. Что составляет 11% от общего числа выпускников 2016 года. При этом республиканским медалям награждено лишь 397 медалистов, что составляет 22%. Данные медалисты показали высокие баллы по результатам ЕГЭ. Это 75 и более баллов по всем предметам. В Апасовском, Верхноустонском, Лаишевском, Писереченском, Ютазинском муниципальных районах нет медалистов, награжденных республиканской медалью. Наибольшее количество республиканских медалистов в Бугульминском, Новосавинском, Зеленодольском, Чистопольском муниципальных районах. Отдельно останавливаюсь в результатах ЕГЭ по обязательным для получения от статуса предметам русскому языку и математики. Сравнивать с 2009 годом, это год введения ЕГЭ в штатный режим, средний балл по русскому языку повысился с 54 до 73 баллов. Наивысший средний балл по русскому языку – 82 балла в Бугульминском муниципальном районе. Районы, в которых средний балл по русскому языку выше среднего Канского, вы видите на слайде. Замечу, что наименьший средний балл в Мамадыческом, Апасовском, Кайбицком, Писереченском, Спасском муниципальных районах. Обращаю ваше внимание, что Тюлячинскому, Алексеевскому, Мусевскому, Актановскому районам удалось ситуацию поправить. Средний балл по математике в стране с 2009 годом также возрос с 42 до 53 баллов. Ваше среднее республиканское значение средний балл по профильной математике – 19 муниципальных районов. Лучшие результаты вы видите на слайде. Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне повысились, но незначительно. Средняя оценка – 4,34. 24 муниципальных района имеют результаты ваше среднереспубликанских. Доля выпускников, не получивших аттестат, значительно сократилась по сравнению с 2015 годом – с 2008 до 2002. Наибольшее количество выпускников, не получивших аттестат в Верхнуслонском, Мусевском, Кировском, Менделеевском и Лавровском муниципальных районах. В 37 муниципальных районах все выпускники получили аттестат. Несколько слов скажу о государственной итоге аттестации выпускников 9 классов. Процедура проведения ОГЭ максимально приближена к процедуре проведения единого государственного экзамена. В 2016 году основной государственной экзаменов выпускников 9 классов общеобразовательных организаций проведен по 13 общеобразовательным предметам. В 2016 году для качества на проведение ОГЭ функционировало 146 пунктов проведения экзаменов. На всех пунктах проведения экзаменов организованы дежурства медицинских работников и работников полиции. В качестве должностных лиц при проведении ОГЭ руководителей ППИ, организаторов аудитории и организаторов вне аудитории привлечено более 9 тысяч человек. Доставка экзаменационных материалов до пунктов проведения экзаменов и обратно в региональные центры обработки информации осуществляется в день проведения экзамена уполномоченный представителем МГЭК Республики Татарстан. Для технологическое сопровождение использовалось программное обеспечение, разработанное Федеральным центром тестирования, федерального оператора ЕГЭ и ОГЭ. В 2016 году результаты ОГЭ Республики Татарстан по 10 из 13 предметов ниже республиканских показателей 2015 года. Но это объективно. Я и перед началом этих экзаменов сказал, что мы будем делать упор на проведение экзаменов ОГЭ, обеспечение объективности. Поэтому такой результат для нас это, я считаю, закономерный миссис. Я бы замечал, что на 2,5% выпускников, 2,5% выпускников девятых классов остались пока без аттестата. Аттестата. Средняя оценка по математике 3,87%. Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, составила 2,3%. Оценку 5 получили 17,2%. Средняя оценка по русскому языку 4,07%. Доля участников, получивших на экзамене по русскому языку индивидуальную оценку, составила 0,8%. 36% получили оценку в 5. Единое республиканское тестирование по татарскому языку проводилось с полным охватом обучающих 9 классов общевразовательных организаций Республики Татарстан. Продолженная модель тестирования в целом позволяет выявить реальный уровень сформированности коммуникативно-языковой и лингвистической компетенции наших учащихся. ЕРТ приняло участие 32 684 выпускника из 45 муниципальных образований. Средняя оценка по итогам тестирования 3,79 балла. В период проведения ГИА в 2016 году Республике Татарстан было составлено 4 протокола по проведению ГИА, 19 протоколов по ОГЭ. Нарушителями стали обучающиеся города Казани, Чистополя, Зеленодольска и города Буинска. Замечу, что в 2015 году было составлено 7 протоколов по результатам ИГА, в 2014 году 5 протоколов. Динамика нарушений имеет тенденцию к спаду. Так, например, в 2012 году было 62 нарушения, в 2013 году 33, в 2014 году 5, в 2015 году 7 и в 2016 году 4. Субтитры создавал DimaTorzok